Всем привет! Меня зовут Настя, я соосновательница проекта FemTalks. Со мной вместе его делают Катерина Денисова и Лана Узарашвили. И для меня рассуждение о феминистской утопии — это своего рода возможность обратиться к будущему, когда настоящее, скажу откровенно, достаточно уродливо. В этом настоящем я не чувствую себя в безопасности, я не чувствую к себе уважения и в настоящем достаточно легко увязнуть. И лично для меня сейчас создаётся ощущение, что всё меньше и меньше пространства остаётся для надежды в торжество справедливого мира. Это достаточно грустное ощущение. И, на мой взгляд, именно в такие моменты утопии важны и нужны. Потому что это не просто мечты, это не просто пустая болтовня. Феминистские утопии обладают мощным политическим потенциалом, на мой взгляд. И, отвечая на второй вопрос, я, безусловно, чувствую себя частью глобального феминистского сообщества. Ощущение плеча соратницы-соратников даёт мне силы и ресурсы на продолжение деятельности, на отстаивание феминистских ценностей. Но под глобальностью я имею в виду не только глобальность в пространственном смысле, но и во временном. Фем-сообщество развернуто в прошлое и в будущее. И будущее — это как раз-таки утопии, разговоры о том, как нам выстроить наше общее совместное будущее. А прошлое — это связь с историей. И я родилась и живу в России, поэтому для меня большая опора — это знание о более чем полуторавековой истории русскоязычного феминизма. Я использую, наверное, такой термин для этого. И там речь идёт о Марии Цебриковой, которая ввела свою деятельность во второй половине XIX века и заканчивая гендерными исследовательницами 90-х, которым, например, был посвящён наш совместный с Декабристом, Сигмой и Фемтокс проект «Генеалогия феминизмов». Эти разговоры, ощущение преемственности, оно очень важно и тоже, мне кажется, вписывается в разговор, который инициирует проект «Феминистские утопии». Говоря о принципах феминистской утопии, я хочу сказать в первую очередь о плюральности. Также феминистские ценности должны стать универсальными ценностями. И феминистская утопия связана не только с гендером, это также мир без государственного полицейского насилия, это мир без расизма, без гомофобии, лесофобии, бифобии, трансфобии и так далее по списку. И именно этим мы стараемся руководствоваться в развитии нашего проекта. Здорово, что «Бриджинг феминизмс» также это разделяет. И, наверное, завершая, хочется от всей души вблагодарить команду проекта «Феминистские утопии». Это большое и важное дело. Спасибо вам! Спасибо!